Продолжаем выпуск. 30-летний юбилей готовится отметить Волжский областной перинатальный центр. С чем сотрудники медучреждения подошли к торжественной дате и что изменилось в системе родоспоможений за прошедшее десятилетие, расскажет Наталья Стеганцева. Первых роженец перинатальный центр в Волжском принял 1 ноября 1983 года. За 30 лет здесь родилось такое количество детей, которое сравнимо с населением целого города. Более 120 тысяч человек. Сегодня центр это многопрофильное медицинское учреждение. Сюда будущие мамы едут со всей области. Современные технологии и профессионализм врачей помогают справиться с самыми тяжелыми случаями и появиться на свет здоровым малышам. У меня сложные роды. У меня были экстренные роды, кесарево-сечение. Опять же, 40 лет. Я такая взрослая уже мамочка. И поэтому меня направили сюда, потому что здесь очень серьезные специалисты, хорошо оборудованные центры. И мы здесь поэтому с Ярославом и родились. Кстати, старшего сына 14 лет назад Наталья родилась здесь же. Волжский перинатальный, что называется, пришла за вторым ребенком и Татьяна Михайлова. Мама и новорожденная Злата чувствуют себя хорошо и очень благодарны врачам. Разница между моими детьми 11 лет. Первые роды принимала тоже Краснова Валентина Афанасьевна, поэтому и первые и вторые роды прошли очень легко, успешно и удачно. Поэтому, когда встал выбор между, в каком роддоме рожать второго ребенка, я даже ни на минуту не задумывалась, что буду здесь рожать. 30 лет – срок большой и в жизни человека, а для медицинского учреждения тем более. За эти годы в Ложском перинатальном центре поменялось многое. Например, само здание. Здесь недавно сделан современный ремонт. Появилось новое лабораторно-диагностическое оборудование. Аппараты искусственной вентиляции легких для выхаживания недоношенных детей, в том числе и с экстремальной низкой массой тела от 500 граммов, а также современный реанимобиль для транспортировки новорожденных из всех уголков области. Новая техника, конечно, существенно облегчает нашу работу, говорят медики. Но все же главное, считают они и в чем с ними соглашаются роженицы, это особое внимание и уважительное отношение к потребностям матери и ребенка. Мне первый раз здесь было комфортно. И второй раз я пришла сюда опять же за тем, что меня здесь поддержали, помогли, подсказали. Сказали, что все будет хорошо. Потому что, сами понимаете, третьего кесарева все-таки это маленький, наверное, но риск присутствует. Поэтому я пришла туда, где мне подсказали, помогли и подарили эту уверенность. В нашем учреждении мы говорим о том, что самый главный человек – это женщина с ее потребностями. Вот это главный объект, главный человек, в которого мы вкладываем не только материальные какие-то вещи, но и душу. Среди принципов, которые заложены в основу отношений с пациентами и внутри самого коллектива – сочувствия, сострадания и содействия, основанные на любви. Они служат главной цели – помочь появиться на свет новому человеку. И не изменится, сколько бы времени ни прошло. Наталья Стеганцева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба». Субтитры создавал DimaTorzok